Новые возможности для выпускников школ Заполярья. Накануне в Москве было заключено соглашение о сотрудничестве с МГИМО. Церемония подписания состоялась в главном здании одного из ведущих вузов России. Подписи под документом поставили губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и ректор МГИМО академик Анатолий Таркунов. В следующем материале все подробности. Рабочий визит главы Заполярья в МГИМО начался с переговоров с ректором учебного заведения. Стороны обсудили формат сотрудничества в рамках соглашения. Как отмечается в документе, основными направлениями совместной работы станут формирование кадрового потенциала региона путем организации целевой подготовки в вузе, квалифицированных специалистов и содействие роста научно-исследовательского потенциала Ненецкого округа, а также создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, взаимодействия в области временного трудоустройства студентов и молодежи по организации работы выездных молодежно-студенческих отрядов различных направлений деятельности. Первое – это дать возможность нашим ребятам, которые достаточно мотивированы, которые хотят учиться, которые к этому готовы приехать в Москву и поступить в Московский государственный институт международных отношений, для того, чтобы получить на самом деле одно из лучших, если не лучшее в России образование. Мы очень заинтересованы, если брать второе направление взаимодействия, в том, чтобы эти ребята, которые закончат этот институт, возвращались в округ с теми компетенциями, с теми знаниями передовыми, которые они здесь получат, и действительно применяли их и прилагали их на территории нашего региона, для того, чтобы жизнь там делать лучше. В нашем регионе планируется реализация нескольких крупных инвестиционных проектов, в том числе связанных с привлечением иностранного капитала, и в этом смысле вопросы, связанные с энергетической дипломатией, и вопросы, связанные с работой с иностранными инвесторами, у нас будут становиться всё более и более востребованы. Ну а сразу после подписания соглашения Александр Цибульский в неформальной обстановке пообщался со студентами одного из самых престижных вузов страны. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Говорили о специфике экономики, промышленности и социальной сферы Нинецкого округа и арктической зоны России. Большая часть вопросов касалась экологии и природопользования, внедрения инновационных технологий в различные сферы жизнедеятельности, а также особенностей работы за полярным кругом. Один из студентов поинтересовался, какими качествами должен обладать молодой специалист, решивший переехать работать на Крайний Север. Точно надо иметь серьёзную стременность и уверенность в том, что ты делаешь. Вообще молодёжи надо ехать на Север для того, чтобы просто понимать, что это важный текст. Следует отметить, что МГИМО на сегодняшний день считается одним из ведущих вузов страны международно-политического, юридического и экономического профилей. Он был основан в октябре 1944 года и сегодня осуществляет подготовку специалистов по 18 направлениям. Соглашение между администрацией Нинецкого округа и Московским государственным институтом международных отношений подписано сроком на 5 лет. Документ открывает новые возможности для выпускников школ Нинецкого округа при выборе будущей профессии.